Председатель правительства Галина Данчикова посетила Алёкминский район. Особое внимание премьер уделила осмотру объектов сельского хозяйства. Репортаж Елена Фаст. Несмотря на более чем уплотненный график работы, наличное ознакомление с ситуацией в Алёкминске, Галина Данчикова, председатель правительства республики Саха-Якутия, выделила полный день, захватив не только близлежащие объекты, но и село Саныхтах. Основная тема – визита группы сельское хозяйство. Посещение каждого объекта получило практически решение здесь, на месте. 275 голов было, коров, отеливая 274. С тёлками мы осеменили уже 300 голов. И ожидаем от тёлы, уже новые отёлы. Основной отёл пройдёт на январь, февраль, март. Всё, мы там большое молоко берём, потом на лето переходим, опять большое молоко берём. Надо тогда поговорить сейчас с питомниками, и договориться, может быть, мы с большим. У нас в первую очередь как? Получение дадите, мы сами с ним договоримся. Ладно, я вам даю получение, вы договариваетесь. Последним объектом в городе стал Олёкминский техникум. И если вначале это вызвало недоумение, то направление сельскохозяйственное всё поставило на свои места. Здесь можно и нужно готовить специалистов, но при этом говорим о качестве на другом уровне, как образование трудоустройства, так и условия, и задач учреждения. Олёкминский ООН становится неким базовым хозяйством и зерновым, и животноводчеством. И исходя из этого, если мы определяемся, мы же говорим, что это базовый хозяйство, и животноводческого комплекса, уже по зерноводству, и исходя из этого мы должны готовить кадры, так понимаю. Картофельное царство, Санахтадский наслег, здесь наработанный многолетний опыт, есть кадры. Но чтобы создать достойные условия, необходимо реанимировать социальную составляющую села, больница, школа. В первом случае это уже приспособленное помещение, поскольку в нём теперь всё. Столовая, кухня, туалет, процедурная лаборатория и палаты. Этот вопрос необходимо решить в ближайшее время, подытожила встречу председатель правительства. Понятно, что вот это здание, которое давно уже есть, и они сегодня, в этих условиях достаточно сложно оказывать какую-либо медицинскую помощь. Поэтому Галина Кентин дала поручение нам, Министерству здравоохранения, чтобы мы представили проект. Небольшая школа, выглядевшая уютно лишь благодаря заботам коллектива, слишком стара. На качество обучения это не влияет. В этом году две золотых медали. Ребята подтвердили красные дипломы результатами ЕГЭ. Когда-то здесь планировали красивую и просторную новую школу. От тех лет и идей остались сваи, где каждый год выпускники оставляют свои автографы. В надежде, что это последний выпуск в более чем 20-летней истории сваи. В целом Галина Иннокентьевна отметила значительный потенциал. В Олёкминском районе есть с чем работать. Жительница республики не оскудела ни людьми, ни плодородием. А значит, всем надо засучить рукава. Елена Фаст, НЛК САХ, Олёкминск.